Заявление Пашиняна о новой атомной станции в Армении является популизмом, который не имеет под собой оснований. Как передает Канн-13, об этом заявило издание «Экономика сегодня» российский политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев. Накануне пемьер-министр Армении Никол Пашинян в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве предложил рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции. По словам эксперта, серьезность подобного заявления вызывает вопросы. Сегодня в Армении продолжает действовать второй энергоблок армянской АЭС, но когда Пашинян только пришел к власти, он выражал недовольство его работой, поэтому в его заявлении много неясностей, пояснил Аришев. Эксперт считает, что Армении действительно нужна атомная станция. Подобный проект является фактором национальной безопасности. При этом Аришев напомнил, что Пашинян не был особенно отмечен в отстаивании армянских национальных интересов. Политолог считает заявление Пашиняна обычным пиар-ходом пемьер-министра. Перед нами повод поговорить в социальных сетях. При этом существует комплекс нерешенных вопросов по подлению сроков работы действующего энергоблока армянской АЭС. Правительству Армении нужно заняться данной проблемой, а не пытаться поймать журавля в небе в виде строительства новой атомной станции, отметил Аришев. Эксперт обратил внимание, что смысл в строительстве атомной электростанции существует только при постоянном спросе на электроэнергию. Он привел, в пример, Белоруссию, экономические планы по БЛАЭС которой провалились после смены политической обстановки. Масштаб экономики Армении меньше, чем у Белоруссии. Там нет такого количества предприятий, поэтому Ереван не обладает как внутренним, так и внешним спросом, ведь армяне не могут рассчитывать на сотрудничество с Турцией, Грузией и Азербайджаном. Азербайджан и Турция выступают категорически против функционирования второго энергоблока армянской АЭС. Можно представить их реакцию, если предложение Пашиняна будет рассмотрено Москвой, но я думаю, что дело до такого не дойдет, подчекнул Аришев.